ЗАПУСКАЕТСЯ СО СМАРТФОНА Инженер климатических систем Евгений Горя расскажет, в какую сумму обойдется покупка качественного обогревателя. Менеджер по продажам интеллектуального оборудования Владислав Алеудинов поделится советами по выбору лучшего конвектора. А технический специалист Артем Сельский объяснит, чем могут быть опасны электрические приборы. Всем привет! Чем умные обогреватели отличаются от обычных и стоит ли переплачивать за дополнительные функции? Умный обогреватель можно подключить к системе умного дома, им можно управлять через приложение или с помощью голосовых помощников. И это действительно очень удобно. Важно понимать, что каждая дополнительная функция увеличивает стоимость прибора. На мой взгляд, самое главное, чтобы прибор обогревал помещение и делал это максимально безопасно. А остальное уже не так важно. Обогреватель будет работать автономно по расписанию. Это позволяет не беспокоиться об отоплении и затратах на электричество. Перед покупкой важно разобраться, какие задачи должен выполнять обогреватель. Для того, чтобы не переплачивать за ненужный функционал. Сегодня мы разберемся, на что смотреть при покупке умного обогревателя на примере четырех моделей. Девайс Denzel стоит чуть больше 11 тысяч рублей. Прибор от компании SmartMe обошелся в 12 190 рублей. Цена конвектора Xiaomi 12 500. И самая дорогая модель фирмы EnergoLux. Купить такую можно за 14 тысяч рублей. Вместе с техноблогером Павлом Трухачевым посмотрим, как работают устройства. И для начала с помощью тепловизора проверим, насколько быстро и равномерно нагреваются конвекторы. Сейчас мы увидим то, что обычным глазом разглядеть невозможно. Начнем эксперимент со SmartMe. Обогреватель достиг своей температуры за 54 секунды. Передняя стенка здесь чуть теплая. Чем выше, конечно, там будет горячее, потому что горячий воздух все равно дает о себе знать. Задняя стенка горячевата. Почему так? Потому что производитель сместил сам нагревательный элемент чуть ближе к корпусу стены. Производители специально это делают, чтобы фронтальная панель, если маленькие дети или домашние животные, не обожглись. А что скажешь про работу обогревателя Denzel? Данный обогреватель разогрелся. Время прошло около 33 секунд. Фронтальная панель здесь не разогрелась, потому что здесь, видимо, все-таки производитель предусмотрел защиту от детей, ну и непосредственно теплоотражающий свой. Задняя стенка немного снизу теплая, но в любом случае, где холодный воздух забирается, там можно прислониться рукой, он еле теплый. Сверху же центр прогревается, даже если посмотреть по тепловизору, больше. По краям температура меньше. Как показал себя в эксперименте обогреватель EnergoLux? Данный обогреватель разогрелся уже около 41 секунды до нужной температуры. Корпус стеклянный реально холодный. Задняя стенка немного теплая внизу, где забор воздуха располагается. По центру также происходит разогрев. То есть он разогревается, как и предыдущий, именно по центру. Потом уже воздух распространяется по всему нагревательному корпусу. Какой результат у бренда Xiaomi? Обогреватель разогрелся до нужной температуры. Время прошло около 46 секунд. Передняя панель у данного обогревателя довольно-таки холодная. Верхняя часть, конечно, где горячий воздух уходит, горячая. Если посмотреть, обогреватель, в принципе, сам по себе без дополнительных заморочек. Нет никаких теплоотражателей, но здесь толстый металл. А можно я тоже попробую включить обогреватель через приложение? Да. Выбираешь это устройство. Так. А это вообще сложно? Да нет. Вот сама попробуй. Дополнительные настройки. Вижу кнопку включить. Попробуем. О, он сразу отреагировал. Здорово. А есть вообще разница между приложениями у разных брендов? Да там особой разницы нет. Просто единственное, где-то расположение кнопок интерфейса могут отличаться. Ну и дополнительные какие-то опции могут добавиться. Там открытое, закрытое окно. Или же систему автоматического привода. То есть там, например, на датчике подключить. Здесь можно, но здесь нужно дополнительные настройки заходить. Ну это очень удобно. Я вижу. И таймер на 3 часа, на 12 часов. И блокировку от детей. Здорово. Один клик и все работает. Все легко. Во время эксперимента обогреватель SmartMe нагрелся до нужной температуры за 54 секунды. У конвектора от компании Xiaomi результат 46 секунд. Почти такие же показатели у устройства EnergoLux 41 секунда. И самым быстрым оказался прибор Denzel 33 секунды. Что отличает умные обогреватели от обычных? Какие дополнительные функции можно выделить? Одна из них блокировка от случайного нажатия. Чаще всего она применяется, если дома есть дети, чтобы они случайно не нажали на конвектор и не сбили настройки. Также существует функция обнаружения открытого окна. В случае сквозняка конвектор отключается, что помогает сэкономить электричество. На мой взгляд, самая полезная функция – это функция дистанционного управления. То есть вы можете управлять своим девайсом непосредственно с телефона. Представим, выезжаете вы с работы домой и можете выставить необходимую температуру и приехать уже в теплое жилище. Помимо этого, данными обогревателями можно управлять с помощью голосовых помощников. Также умный обогреватель поддерживает умные сценарии работы. То есть вы в приложении можете задать время включения и выключения. Настроить его так, чтобы он выключался по достижению определенной температуры и так далее. То есть вы можете настроить работу обогревательного прибора под свой образ жизни. Наличие встроенного электронного термостата позволяет очень точно поддерживать заданную температуру. Тем самым он не перегревает воздух, затрачивая лишнюю электроэнергию. То есть мы выставляем температуру 20 градусов, и прибор с электронным термостатом не позволяет повышаться выше 21 или понижаться ниже 19 градусов. Тем самым происходит поддержание температуры и экономия электричества. А какие дополнительные функции есть у данных моделей? В обогревателе Smart Mi есть термостат, который позволяет определить температуру в доме в режиме реального времени. Помимо этого, в данном обогревателе есть датчик температуры и влажности. Дисплей у конвектора Smart Mi имеет три световых сигнала. Это сделано для того, чтобы вы могли пользоваться им комфортно как днем, так и ночью. Главный плюс обогревателя Xiaomi – это возможность подключить его к телефону. Также можно использовать для управления умную колонку, потому что обогреватель прекрасно добавляется в любую систему умного дома. И если у вас есть колонка с поддержкой русского голосового помощника, то вы можете спокойно голосом отдавать команду и включить, выключить обогреватель, настроить какие-то температурные режимы отдельные, время включения-выключения и так далее. Есть на самом устройстве несколько таймеров от 1 часа до 9 часов, он может работать после включения. В конвекторе EnergoLux есть встроенный электронный термостат, который позволяет очень точно выставлять температуру. Wi-Fi для управления с помощью мобильного телефона. Есть стандартный пульт дистанционного управления. Также есть 24-часовой таймер и функция обнаружения открытого окна. В конвекторе Denzel есть управление через приложение, пульт дистанционного управления. И можно также регулировать температуру через панель. Есть функции настройки температуры, работы по расписанию и работы включения и выключения. Также у конвектора Denzel есть цифровой термостат. Есть дополнительная функция защиты от случайного касания. Нужно для тех, у кого дома дети и могут случайно нажать на конвектор. Также есть функция обнаружения открытого окна. Мы решили провести еще один эксперимент и оставили рядом с каждым обогревателем стакан со льдом. Засекаем 10 минут. Растопит ли его устройство за это время? Обогреватель SmartMe. Здесь идет плоский корпус. За счет этого мы достигли большого количества таяния льда. Получается 110 миллилитров. Здесь, ну, можно так сказать, открытый нагревательный элемент. Сверху просто небольшая решетка. За счет этого как раз-таки горячий воздух выступает сразу напрямую. А что скажешь про обогреватель Xiaomi? Здесь тоже прошло 10 минут, и мы получили 75 миллилитров жидкости. Все из-за того, что здесь горячий воздух распределяется с внешней панели и небольшие 4 отверстия сзади. Ну, если так рассматривать, то здесь будет более равномерный воздушный поток. Но единственный недостаток – помещение будет прогревать чуть дольше. Как показал себя в эксперименте обогреватель EnergoLux? Мы получили результат около 70 миллилитров. Почему так мало? Здесь отверстия для выхода горячего воздуха, они сделаны в виде сот. Горячий воздух рассачивается во все отверстия по всей длине данной пластины. Следовательно, мы не можем сфокусировать горячий воздух в одной точке. Из-за этого лед, конечно же, будет таять медленнее. Как оценишь обогреватель Denzel? Мы получаем 70 миллилитров. Отверстия здесь не сотые, но тоже большое количество. И они распределены в плоскости в одной, в другой и в третьей. И горячий воздух распределяется по всей поверхности задней стенки. За счет этого лед тает дольше. Эксперимент показал, что обогреватели с большими выходными отверстиями в одной плоскости быстрее нагревают воздух в помещении, правда, менее равномерно. При этом из-за отсутствия дополнительной циркуляции воздуха внутри самого прибора остывает он также довольно быстро. Один из наиболее важных параметров при выборе обогревателя – это его мощность. Какой она должна быть? Мощность конвектора зависит прежде всего от помещения, для которого он рассчитан. Условно можно сказать так. 1 кВт – это 10 квадратных метров площади. 2 кВт – 20. Данная формула справедлива и применима, когда высота потолков не превышает 3 метра. Если потолки высокие, то необходимо брать конвектор с определенным запасом по мощности. Конвекторы отличаются разными типами нагревательных элементов. Какими они бывают? Самый простой нагревательный элемент называется игольчатым или стич. Представляет собой металлическую пластину, на которой намотана проволока. Зигзагами. Проволока накаляется до красна, тем самым нагревая воздух. Из плюсов. Низкая цена, максимально быстрый выход на заданный режим. Из минусов. Нельзя использовать во влажных помещениях. Также существует трубчатый нагревательный элемент с алюминиевыми панелями по контур. Быстро нагревается, но медленнее, чем стич. И при нагреве он издает характерные потрескивания из-за разности материалов. Также существуют монолитные нагревательные элементы. Его также называют «Х-образник». Он более долговечен, не потрескивает и не сжигает кислород. А на что еще стоит обратить внимание? Важно ориентироваться на выходные отверстия теплого воздуха из вашего конвектора. В идеале у конвектора должна быть ребристая поверхность, и теплый воздух должен выходить не в одном направлении, а в разных, для того, чтобы он равномерно отопливал помещение. Также важно обращать внимание на площадь выходных отверстий. Чем больше эта площадь, тем быстрее вы сможете отопить свое помещение. Если вы хотите сэкономить, скачивайте приложение «Москвы-24». Там собраны скидки на разные товары и услуги. Давайте посмотрим на модели обогревателей, которые мы приобрели. Корпус обогревателя Xiaomi сделан из алюминия, а нагревательный элемент монолитный. Выполнен из сплава железа и хрома. Материалы, из которых он сделан, обеспечивают очень быстрый нагрев и очень быструю теплоотдачу. Чтобы разогреться до 110 градусов, нагревательному элементу достаточно всего 45 секунд. Это действительно быстро. Мощность обогревателя составляет 2,2 киловатта, и, следовательно, оптимальной площадью для него является 20-22 квадратных метра. Обогреватель SmartMe выполнен из нержавеющей стали, что позволяет ему быть легким и невесомым. Его вес составляет всего 6 килограмм. Помимо этого, внутри находится нагревательный элемент из 72 алюминиевых пластин, что позволяет быстро и легко отопить квартиру площадью 22 квадратных метра. Мощность данного обогревателя составляет 2,2 киловатта. Модель конвектора Denzel выполнена из нержавеющей стали и стеклянной панелью спереди. Состоит из монолитного нагревательного элемента. Также у данного обогревателя широкие выходные отверстия, чтобы поток воздуха шел равномерно и обогревал помещение быстрее. Мощность его 2 киловатта и рассчитан он на 20-25 квадратных метров. Корпус конвектора Energolux выполнен из нержавеющей стали. Спереди у него есть стеклокерамическая панель, которая увеличивает теплоотдачу. Нагревательный элемент TEN, X-образный, монолитный. Мощность нашего нагревателя составляет 1,5 киловатта. Этого достаточно для обогрева стандартной жилой площади до 15 квадратных метров. Покупая умный обогреватель, хочется максимально продлить его срок службы. Для этого необходимо правильно эксплуатировать устройство, соблюдая технику безопасности. Раз в сезон проводить обслуживание прибора и проверять состояние нагревательных элементов и проводки, а также очищать его от грязи и пыли. Как нужно ухаживать за таким устройством? Хотя бы раз в сезон его продувать с помощью сжатого воздуха и также проводить влажную уборку самого помещения, ну и самого прибора. Приборы, конечно же, нужно отключать от электросети, иначе может быть короткое замыкание. А какие средства лучше для этого использовать? Несколько раз в неделю обязательно протирать специализированными моющими средствами или хотя бы мыльным раствором. Если сильных загрязнений нет, то можно воспользоваться просто чуть влажной тряпкой. Но чтобы не повредить поверхность, обязательно нужно знать, какими материалами можно протирать, и это дает рекомендации производителя. Предлагаю протестировать три варианта и разобраться, какой материал лучше для этого подходит. Оценим салфетку из хлопка, стоимость 150 рублей. Полотенце из микрофибры за ту же цену. И тряпку из синтетической замши за 200 рублей. А хороша ли для уборки салфетка из хлопка? Это хлопковая тряпка. Ей можно протирать как влажной, так и сухой поверхности. Она не царапает поверхность, но в любом случае она очень быстро загрязняется. Так что если прибор или там мебель сильно загрязнена, то тогда желательно потом ее постирать хотя бы вручную, отжать и продолжить уборку. Что скажешь о тряпках из микрофибры? Есть огромный плюс в том, что она не смахивает пыль, в отличие от хлопчатобумажных тканей, а непосредственно собирается сама в себя. И придется, единственное, если какие-то крошки, выбирать это вручную, потому что не всегда это постирается. Давай рассмотрим следующий вариант. Это синтетическая замша. Звучит интересно. Ой, она похожа на какое-то мокрое тесто, при этом не тянется. Но интересно. Ну, эта тряпка всегда должна быть влажной, нужно учитывать тот нюанс, но зато в чем плюс. Например, если обогреватели запылились и там большой слой пыли, то как раз-таки это снимет пыль и не поцарапает поверхность. В отличный пример от микрофибры, ее нужно будет сполоснуть, отжать и заново ею пользоваться. Микрофибра при влажной уборке, нужно ее стирать. А она не будет прилипать к стеклянной поверхности на ощупь? Она такая достаточно упругая. Нет, данными материалами также убирают и машины, как раз-таки, чтобы они не царапались. Всю любую поверхность, которая может поцарапать мелкоабразивная пыль или, например, крупная пыль, которая скопилась в течение нескольких месяцев. Обогреватели нуждаются в регулярном уходе. При этом жесткие щетки и губки могут повредить поверхность устройства. Лучше выбирать хлопковые изделия, а также салфетки из микрофибры и синтетической замши. Количество пожаров из-за неисправного электрического отопительного оборудования и его неправильной эксплуатации за прошлый год выросло почти в 4 раза, сообщает МЧС. Как обезопасить себя? В первую очередь, любой современный актуальный безопасный конвектор должен иметь датчик перегрева корпуса и защиту от опрокидывания. Система датчиков по перегреву корпуса обнаруживает, когда корпус слишком нагревается и возникает опасность воспламенения предметов, которые находятся рядом. Когда это случается? Например, случайно бросили полотенце на конвектор, он может перегреться и возникнет действительно опасная ситуация. Для этого, собственно, датчики обнаружения перегрева и нужны. Защита от опрокидывания – это еще один важный элемент безопасности. То есть, если обогреватель отклоняется от заданного вертикального положения, то он должен автоматически отключиться. У каждого конвектора есть степень защиты. Степень защиты определяет, может ли конвектор использоваться в высокозапыленных помещениях, либо в влажных помещениях. Не рекомендуется конвектора с IP24 или IP20 оставить помещение с высокой влажностью и с высокой запыленностью. Для таких помещений рекомендуется использовать IP54. Не стоит рассматривать приборы неизвестных производителей, неизвестных заводов, приборы без сертификатов и подозрительно дешевые приборы. Качественный конвектор в нынешнее время не может стоить дешевле 5000 рублей. Некачественные конвекторы, как правило, лишены практически всех систем безопасности. И материалы, из которых они сделаны при нагревании, могут выделять вредные вещества, которые скажутся на вашем здоровье. А какие рекомендации есть по безопасному использованию конвектора? Рабочую поверхность конвектора нельзя ничем накрывать. Датчики хоть и отключат питание, но это может испортить ваше устройство. Обогреватели не рекомендуется ставить вблизи розеток и рядом с легковоспламеняющимися материалами. Защита от опрокидывания есть в каждом из тестируемых обогревателей. Но как быстро сработает эта функция, проверим. Обогреватель SmartMe отключается сразу. Даже при наклоне 30 градусов он входит в режим ожидания. Если его поставить обратно, он включится, но дальше поддерживать температуру не будет. Придется выбрать это уже вручную. Обогреватель Xiaomi отключается быстрее, даже при наклоне уже около 20 градусов. Но также не включается, если его поставить на место. Обогреватель EnergoLux нужно полностью положить на пол, и тогда он отключится. Но довольно-таки с большой задержкой. Придется некоторое время подождать. При поднятии он включается обратно и поддерживает свой режим. Обогреватель Denzel отключается уже при наклоне 20 градусов. При том условии, что если его поставить на место, он обратно не включается. Нужно будет уже выбирать опять нужную температуру и включать заново. Все обогреватели прошли проверку на безопасность. Однако выключились они при разных обстоятельствах. Конвекторы Denzel и Xiaomi перестали работать при наклоне корпуса на 20 градусов. SmartMe при 30 градусах. А прибор EnergoLux отключился лишь полностью оказавшись на полу. Вот основные советы по выбору умного обогревателя. Обращайте внимание на мощность прибора. В среднем 1000 ватт хватает для обогрева 10 квадратных метров. Если у вас дома дети или животные, то выбирайте устройство с автоотключением при падении. Плюсом будет наличие управления по Wi-Fi. А на что еще стоит обратить внимание? Не всегда все функции, которые есть в умных обогревателях, вам необходимы. Ориентируйтесь на ваши потребности. Выбирайте проверенного производителя и помните, что по-настоящему качественная техника не может стоить очень дешево. Обращайте внимание на функцию опрокидывания и защиты от перегрева. Чтобы не ошибиться в выборе мощности нагревателя, вам необходимо сделать правильный тепловой расчет. Кроме площади, важно учитывать высоту потолка, площадь остекления и материал теплоизоляции стен. Сегодня умные девайсы нас приятно удивили. Запоминайте советы экспертов, чтобы подобрать обогреватель, который отвечает вашему бюджету и требованиям. Это было шоу «Время новых». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok